Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами пришли в фармарт Никитана. Сюда мы уже проходили не один раз, но мне говорят, что иногда я видео показываю быстро и не всё возможно рассмотреть. Поэтому я решила сделать видео более подробными и более медленными. Поехали! Вот это вот фармарт Никитана. Время 4.30, начинается уборка. И здесь расположены очень много различных статуй из истории Индии. Вот здесь, например, момент из истории Рамаяны. История состоит в том, что отец Рамы был охотником. Однажды он пошёл на охоту и услышал шевеление в кустах. И подумал, это олень. И выстрелил в оленя. А оказалось, это был вот этот мальчик, который нёс на руках своих родителей. Родители попросили его принести попить воды. Он оставил их и пошёл к ручью набрать воды. И как раз шелест услышал король, царь, отец Рамы и убил его. И после этого родители этого мальчика прокляли его тем, что когда-нибудь его сын также исчезнет. И ему будет от этого безумно больно. Что случилось дальше? Я думаю, те, кто знает Рамаяну, прекрасно знают. В один из прекрасных дней отец по просьбе одной из своих жён выгнал сына из дома. И после этого серьёзно, сильно страдал, что привело к смерти. Если вам интересна история Рамаяны, я вам с удовольствием её расскажу. А вот здесь вот арка с ритуалами. Вот здесь вот ритуал с Машандой, смертью, сожжение тела. Это то, что происходило до того, как человек покинул тело, женщина плачет. А на ритуале погребения, сожжение тела присутствуют только мужчины. И цвет одежды на хоронах, так сказать, белых. Это то, что с человеком происходило. То есть мы идём в обратном порядке. Он попал в больницу. До этого он сидел в доме, женился, учился, родился. То есть вся история человека. Родился Джаном, учился, женился, собирал семью, заболел. И в итоге привело это церемония на костюмах. Посмотрите, такая прекрасная, похожая на селень растительная. Не пахнет, но красиво. Посмотрите. Давайте ещё найдём одну интересную статую. И я вам расскажу историю. Вот это вот статуя, иллюстрация к сюжету о жизни лорда Кришны. А вот это его поклонница, скажем так, мира. Она родилась уже после того, как лорд Кришна покинул тело Кришны. И также безумно влюбилась в него. И свою любовь она выражала в танцы и творчестве. В те времена не во все храмы разрешалось заходить женщину. А она хотела зайти в храм Кришны и танцевать, поклоняясь Ему. И зашла в один храм, в который даже её не хотели пускать, но благодаря силе лорда Кришны, скажем так, двери растворились, она оказалась внутри. И в танце она растворилась, и её тело не нашли. Таким образом она соединилась со своим лордом Кришной. А вот здесь и сам лорд Кришна в зелени с коровой. Одно из имен лорда Кришны, у него много имен, у каждого из богов тысячи имен. Гопал. Го – это корова. Он очень любил коров. И всё время за ними ухаживал и играл на трети. Вообще Решикеш тесно связан с именами Кришны. Рама – это всё аватары лорда Вишни, Нарайана, тот, кто питает нашу планету, нашу землю. И здесь бывали, ступала нога аватаров лорда Вишни. А вот это Мохаде и его аватар, который танцует, играет в Дамру. И звуком Дамру покорил демона, который разрушал умы. Смотрите, в воде листочки розы. Сверх розы очень красивые. Что-то похожее на сирене, а совершенно не сирене. Розовая и белая. Безумная красота. Ну, а мы с вами направляемся к выходу. Сейчас, кстати, очень много туристов. Ещё раз повторюсь, и проходит музыкальный фестиваль. Вот здесь как раз реклама. Как вы можете видеть и слышно, очень много людей разговаривают. В Индии люди разговаривают очень громко, темпераментно, жестами рук. Здесь, кстати, в этом месте есть очень хороший туалет. Чистый, большой. И вот это выход на берег Ганги, там, где происходит вечерняя служба. Сейчас, как вы видите, ворота закрыты. Там сидят полиция. В определенное время откроет. Я обязательно сюда приду. Часто, когда разрешается уход. Ну, а мы с вами сегодня завершаем нашу прогулку в Пармартный Питаун. Один из больших и известных ашрамов Риши Кеша. Но на самом деле он сейчас стал более такой, как бы, раскрученный, рекламируемый. Здесь ещё есть ашрам. В общем-то, самый первый, один из самых первых ашрам с вами Шивананде. Тоже интересно будет туда зайти. И когда-то давно царь подарил с вами джи гору. И он на этой горе построил ашрам. Ну, а мы с вами уже увидимся в следующем видео. Я рада, что вы смотрите, вам интересно. Подписывайтесь, высылайте своим друзьям ссылочки, кому интересно видео. Ставьте лайк. Даже не сложно. Ну, и спрашивайте, пишите комментарии. Мне это будет приятно. На связи. Пока.